Как это? Одним указом президент Путин поменял руководителей, у нас 4 военных округа и все 4 округа получили вдруг одним указом новых командиров, новые командующие. Если прежние руководители округа, да, верой и правдой служили, конечно, не только своему непосредственному начальнику Сергею Шойгу, но прежде всего Родине и прежде всего, конечно. Военные люди, верховному главнокомандующему, то те генерал-лейтенанты, один генерал-полковник, совсем молодые люди, кому-то нет даже 50, которые пришли сегодня к руководству всеми военными округами страны, а это и есть армия, 4 округа, 4 новых командующих. Это тот самый случай, о котором когда-то Бурбулис был такой у Ельцина идеолог, та самая история, о которой Бурбулис говорил. Борис Николаевич, ну что вы там говорите преданные, непреданные эти генералы, красные генералы, коммунисты, слушайте, сделайте из майора в генерал-майор и такую получите преданность, Борис Николаевич, что захлебнетесь от счастья. Путин не нуждается в преданности, но то, что вдруг все округа получили новых командиров, а Мурадов к нему по-разному относится. Предполагаю я, многие солдаты, ополченцы, но он фронтовой человек. Да, эти люди своим выдвижением обязаны сегодня лично Путину. Означает ли это, что происходит некое покушение на Шойгу, как министра обороны, на его вотчину, где командующие округами иной раз не менялись подолгу? Означает ли это, что, давайте прямо говорить, что Путин побаивается Шойгу, ведь, ну, все прогнозы Игоря Стрелкова последних дней. Шойгу, как один из возможных, заним армия кандидатов в будущий президент или там диктатор, он там, кто как умеет, так и думает, и так и говорит. Ну, кто не боится говорить. А, Сергей Кожугеевич молчит, тот ли это Шойгу, я вот себя спрашиваю, я немножко не узнаю, тот ли это Шойгу, для которого так болезненно проходили какие-то журналистские расследования ничнедавно, тот ли это Шойгу, а я предполагаю, не он, конечно, сам, он далек, высоко, но есть люди, как и Леницкий в Министерстве обороны или еще кто-то, они свято следили за имиджем министра обороны. Я так думаю, что деньги тратились, мое оценочное осуждение, моя гипотеза, но деньги тратились огромные на создание образа того или иного полководца. Путин вдруг одним указом сразу четверых, и Минобороны об этом официально сообщает не сразу, не в тот же день, мы были первые, сказали, не ошиблись. Я сказал о трех командующих, сначала было об одном, Лапин ушел, центральный округ пришел, другой генерал-лейтенант, всего лишь. В советское время округами командовали, их было восемь, и округами командовали либо генерал-полковники, либо генералы армии, как Якубов там же на Дальнем Востоке, а сейчас генерал-лейтенант и один генерал-полковник. Молодые совсем. Это новая гвардия, это гвардия Путина. Так вот, Сергей Шойгу, мое впечатление, да, к нему вопросы, ну а как? Вот прошел год, вот сделано то, что сделал. Если у каждого из нас возникают вопросы к Министерству обороны, если он главный военный прокурор, сколько предписаний внес, только что. Самоубийство пошли, мы о них тоже говорим на канале. Вопросы-то множатся, а на них ответы есть, как-то не слышно. Не Ильницкий, что-то такое он замолчал. Где его идеологи-то, Сергей Шойгу? Панков, дядь Коля, генерала армии. Вообще, как будто не видно его и не слышно. У людей возникают вопросы к Шойгу. А что же они у Путина такие-то вопросы простые? Не возникают, что ли? Возникают. Путин человек неторопливых решений. Это его особенность. Но он свои вопросы к людям не снимает. У него память, такая память, как у Путина, только у Валиева была, из Гидара Алиича, из тех, кого я знал. Он помнит все. Просто помнит все и все. Память шахматиста. Не знаю, играет ли Путин в шахматы, думаю, что нет. А память, как компьютер. Правда. Все помнит. А если он все помнит, что же он будет эти вопросы из своей памяти, как матрицы, вытаскивать? Четыре новых командующих, это серьезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.